Новый учебный год уже набрал обороты не только в светских общеобразовательных учреждениях, но и в воскресных школах на приходах Владимирской епархии. В городе Собинки дети занимаются в старинном здании Свято-Воскресенского храма. Его вернули церкви спустя почти 100 лет. Воскресную школу здесь было решено назвать в честь земляка, священномученика Александра Крылова. Священник Александр Иванович Крылов родился в 1892 году в селе Ряхово Ковровского уезда Владимирской губернии. В 1907 году окончил Владимирское духовное училище, затем Владимирскую духовную семинарию. Служил псаломщиком и преподавал закон Божий на разных приходах Владимирской губернии, в том числе в Собинском районе в селе Ельтисунова. В одной из сельских школ познакомился с учительницей Екатериной Орловой, своей будущей женой. Биография отца Александра – это жизнь, наполненная самопожертвованием и милосердным отношением ко всем людям. В его семье было много детей, все почитали закон Божий, трудились с малых лет. Но по приказу советских карательных органов отец Александр был отправлен в лагеря на три года, где также исповедовал, причащал, отпевал заключенных. После выхода на свободу отца Александра постоянно преследовали местные власти, угрожая снова посадить в тюрьму. В 1938 году протеерей Александр Крылов принял мученическую кончину. День небесного покровителя воскресная школа отмечает 8 января – дата мученической кончины отца Александра. В Собинском храме державной иконы Божьей Матери есть его икона. У святого образа служатся молебны. Для прихожан и воспитанников школы также выпущена газета с житием отца Александра, где каждый может узнать о духовном подвиге этого священника. Наша воскресная школа действует с первых дней, как только начал собираться приход. А приход у нас начал собираться в 1995 году, когда передали здание, приспособленное бывшую профилакторию. Там у нас находился молитвенный дом до той поры, когда в 2008 году был построен храм. И там уже существовала воскресная школа. Воскресная школа тогда была такая, ну, по наитию, собирались детки, собирались желающие быть педагогом, некоторые даже без специального образования. Ну и вот сейчас у нас уже воскресная школа такая настоящая, типовая, со всеми благословленными и заверенными программами. Свято-Воскресенский храм из красного кирпича был построен в 1884 году. С 30-х годов прошлого столетия и до 2019 года в этом здании размещалась первая особенская школа. После чего храм вернули церкви. Помещения какое-то время пустовали, стены ветшали. Верующие проводили здесь регулярные субботники. Отец Виктор показывает, как преобразились некоторые кабинеты после начала восстановления прихода. В них проведен косметический ремонт. Пять дней в неделю наши школьники сидят ровно за партами. И вот эта вот такая традиционная школьная система, она, конечно, наложила какой-то свой негативный отпечаток. И она как-то отсылает их вот к этой школьной программе, к какому-то изучению. Она их, может, травмирует. Поэтому мы их так встряхиваем, приглашаем к такому общению. Они, конечно, стараются вести себя прилично, не перебивать, задавая вопросы, поднимать руки. Но сидят за таким большим общим столом. Преподают в воскресной школе четыре профессиональных педагога. 45 учащихся в младшей и старшей группе. В воскресной школе дети изучают закон Божий, церковно-славянский язык, церковный устав, занимаются домоводством. Все воспитанники принимают участие в богослужениях. Мальчики алтарничают, девочки поют на клиросе.